Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Память о подвиге, сохраненная на века. В Самаре появились мемориальные доски, посвященные героям Советского Союза. Дом с легендарным прошлым. Кто сейчас обитает там, где жил Максим Горький? Эксклюзивное расследование нашего телеканала. Три сотни костюмов и масок. Ателье театра оперы и балеты готовятся к премьере оперы «Бал Маскарад» Джузеппе Верди. Увековечили память. В Самаре открыли мемориальные доски героям Советского Союза Ивану Никитичу Коневу, Константину Константиновичу Рыкову и Виктору Павловичу Синельникову. Все они участники Великой Отечественной войны с июня 41-го года. На торжественной церемонии побывала наша съемочная группа. Мемориальная доска в память о герое Советского Союза появилась на 270-м доме по улице Самарской. Именно здесь жил участник Великой Отечественной войны Иван Никитич Конев. Осенью 42-го года он возглавил 3-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, которая командовала до конца войны. Родственники рассказывают, героем себя Иван Никитич не считал и до преклонных лет сохранял военную выправку и характер. Даже уже будучи в преклонном возрасте от ранения он потерял зрение, значит, он никогда не позволял никому, чтобы за ним как-то так ухаживали, что ли. Я все вижу, я сам, я пойду. То есть, стоял всегда на рубежах, как привык в жизни. Ну, такой человек был, обалденный мужик был. Просто обалденный. Дивизия Конева вела бои с противником на северо-западном фронте под Старой Руссой. В составе 13-й армии 3-я гвардейская дивизия вела тяжелые оборонительные бои на Курской дуге. Преодолевая сопротивление, полки продвигались на запад. В 44-м дивизии Конева участвовало в освобождении Украины от гитлеровских оккупантов. За образцовое выполнение боевых заданий на фронте и проявленные мужество и героизм Ивану Никитичу Коневу присвоены звания Герой Советского Союза и Генерал-майор. Безусловно, для меня, как ветерана воздушно-десантных войск, очень почетно сегодня находиться здесь, потому что он самый славный командир дивизии Великой Отечественной войны. Воздушно-десантной дивизии. То есть, это человек, который получил звание Героя, командуя десантными войсками. Еще одна табличка появилась на 245-м доме по улице Садовой, в котором жил Константин Константинович Рыков, летчик-испытатель первого класса. Он участник Великой Отечественной войны. В сентябре-ноябре 1941 года он нес боевые дежурства в системе противовоздушной обороны в Воронеже. Совершил 18 боевых вылетов на Ил-2. Сегодня свои мероприятия – это как раз дань уважения тому человеку, который заслуживает быть увековечен памятью. Администрация Ленинского района готовит целую серию мероприятий. Уже мы сейчас проводим поздравления, приезжаем к каждому ветерану. У нас есть участники войны, которые, слава Богу, дожили до 100-летних юбилеев. Поэтому вот эта патриотическая работа у нас проводится. И, кроме того, традиционно, конечно, мы будем украшать наш район. У нас будут и звезды победы высажены. Теперь каждый будет знать, что в этом доме жил герой Советского Союза. На фасаде дома номер 70 на улице Ирошевского появилась мемориальная табличка, посвященная Виктору Павловичу Синельникову. Право открыть ее предоставлено дочери героя. В памяти отец у меня остался замечательным человеком. Его очень любили все, абсолютно, кто его знал. От старого до малого. Был очень порядочный, очень культурный человек. Виктор Павлович Синельников родился в Самаре. Великую Отечественную войну встретил, будучи уже призванным в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. Командовал отделением стрелкового полка. За время службы неоднократно проявил мужество и героизм. На открытие мемориальной доски пришли учащиеся школы Октябрьского района Самары. По их мнению, очень важно, чтобы имена героев были увековечены. Чтобы люди видели, какие подвиги совершали люди, чтобы они чтили память. И также относились к этому очень серьезно. Говорили спасибо за мирное небо над головой. Мемориальные доски устанавливают по проекту «Память героев». Его главная цель – увековечить подвиги куйбышевцев, участников Великой Отечественной войны. В этом году в Самаре запланировано установить 30 мемориальных досок. Олег Зверев, Мэри Елчан, Лариса Шалафаст, Николай Сидоров, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Ордена, письма с фронта, фрагменты снарядов. Свыше тысячи экспонатов хранит музей Курской битвы в 131-м лицее. С особым интересом и трепетом относятся ко всем экспозициям как педагоги, так и ученики. Мэри Елчан расскажет подробнее о хранилище артефактов. Этот мини-светильник достался музею от участника Курской битвы. Такие были в ходу на фронтах Великой Отечественной войны. Солдаты изготавливали их из подручных средств. Всплющивали верхнюю часть большой гильзы и вставляли в нее кусок ткани – фитиль. И таких артефактов в музее 131-го лицея немало. Большинство передали в дар ветераны. Здесь их личные вещи, фотографии, ордена и медали. Посвящен небольшой отдел труженикам тыла, которые по 10-12 часов стояли у завода. Также о детях, которые работали на заводах, помимо этого еще и учились. То есть без тыла победы бы не было. Музей в лицее располагается в двух кабинетах. Первый хранит память о Курской битве, а другая комната посвящена герою Советского Союза Анатолию Мельникову. Он был командиром танковой роты, участником Курской битвы. После войны Анатолий Васильевич работал учителем, правда в другой школе. Но здесь бывал часто, проводил уроки мужества. Хранилище открылось 7 мая 1999 года. С тех пор музей стал центром патриотической, воспитательной и учебной работы. Здесь работают две группы экскурсоводов. Я считаю, что это очень важно знать и помнить о наших великих предках, потому что в первую очередь вот эта вот память, это история России. Из наших воспоминаний складывается все историческое прошлое нашей великой Родины. Больше всего мне нравится карта Курской битвы, потому что она содержит очень много информации. Она очень наглядная и когда мы смотрим на нее, мы можем увидеть, какие фронты продемонстрируем на ней. В лицее есть ансамбль «Жигули» и театральный клуб «Карусель». Участники коллективов совместными усилиями готовят творческую программу ко Дню Победы. Мэри Елчан, Василий Колдашов. События. Ровно 125 лет назад в Самару приезжает один из самых знаменитых писателей в России – Максим Горький. Тогда никому неизвестный Алексей Пешков. Здесь он становится профессиональным журналистом, пробует себя как писатель и встречает единственную венчанную свою жену. Наша съемочная группа подготовила специальное расследование. Истории от нынешних жителей домов, где жил писатель и его невеста, сведения, которые ранее нигде не публиковались, редкие фото. Эксклюзивный репортаж Марии Левиной. Средо равняное море, гордорей, буревестник, чем подобный. Александр Вольпин без запинки цитирует самые известные строчки своего знаменитого соседа. Больше ста лет назад Максим Горький снимал комнату здесь, в особняке купца Лебедева. Александр же поселился в доме еще в начале 70-х и всегда интересовался его историей. Здесь же ведь не было вот этих всех квартир, когда купец построил их, когда был Горький. Здесь же ведь вот на месте вот здесь и вот соседи, которые там справа, это же была большая зала, а потом в советское время настроили перегородок. Если вы подниметесь выше, вот квартира, которая вот так над этой расположена, вот там, значит, окна выходят на глухую стену. Так Александр Вольпин объясняет журналистам, где именно жил Горький. Он сам и его соседи уверены, комната располагалась на третьем этаже. Но план, который был составлен со слов супруги писателя Екатерины Пешковой, этому противоречит. Доподлинно известно, что квартира его находилась на втором этаже, а окна выходили не на улицу Куйбышева, а на глухую стену. Это и есть та самая квартира, но, как мы видим, следов той эпохи уже не сохранилось. А вот эти стены, возможно, еще помнят буревестника революции. В Самару Горький, тогда еще никому неизвестный Алексей Пешков, приехал по совету Короленко. Ровно 125 лет назад. Жесточайшие депрессии, банкротство семейного дела, трагическая любовь. В итоге две попытки суицида. В Самаре же начался иной период в его жизни. Он начинает работать в самарской газете под псевдонимом Иегудиил Хламида. Пробует себя как писатель. Именно здесь родятся его знаменитые старуха из Иргиль и песни о соколе. В Самаре Горький сменил три адреса. Здесь, на Куйбышева, 91, был последний. Вот по этой же, да, я так понимаю, дороге ходил? Каждый день, утром, с декабря по май 1896 года, ему было ходить совсем рядом. Вот буквально две минуты и он на службе. Значит, он удобно. Ну, я не знаю, ходил ли он обедать домой, куда там обедать, там некому было, да. А вечером со службой он точно так же возвращался вот в этом своем странном наряде. Странный наряд писателя стал его особенностью. На хорошую одежду у Горького денег не было, а ходить так, как все, не позволяла гордость. Необычная амплуа сыграла ему на руку. Он пользовался популярностью у противоположного пола. В рядах поклонниц молодой корректор Самарской газеты Катерина Волжина, будущая супруга писателя. Она жила в 98-м доме на Чапаевской, тогда Николаевской. На первом этаже у семьи Волжина была столовая для бедных, а на втором – жилые комнаты. Вот уже полвека в квартире Волжина живет Валентина Иноземцева, а еще раньше – ее бабушка. Но о том, что их предшественники были такими знаменитостями, женщина узнала случайно. Здесь целая сенсация. Приходили цветов в море. Потом начали. Что, Валя умерла? Валя умерла. Столько гвоздик было, там цветов столько. Ну, все школьники, там несколько рядов там был. Парад целый был. Читали стихи Горького. Ну, я слышал немножечко, что давно здесь кто-то жил, кто-то жил. А потом смотрю, а еще повесили. Пешковы уехали из Самары весной 1896-го. Екатерина приезжала на родину в 57-м. Побывала в родном доме и там, где жил ее супруг, когда они познакомились. Сделать в доме на улице Куйбышева музей Максима Горького предлагали не раз, еще в советские времена. Идею так и не реализовали. Но Самара помнит писателя. В честь него в городе названы улица, театр, музей и горький центр. Мария Левина, Константин Головин, Николай Епифанов. События. От маски до костюма. В швейных мастерских театра оперы и балета кипит работа с утра и до поздней ночи. Мастерам нужно успеть сшить костюмы к премьере оперы Джузеппе Верди «Бал маскарад». От качества материалов до творческого воплощения весь процесс оценил Сергей Кизоркин. Чтобы создать эту зеркальную маску, потому что, как вы понимаете, певец в маске подобного рода с закрытым ртом и носом петь не может. Мы обязаны проделать целую конструктивную работу для того, чтобы выполнить требования, которые важны для меня. То есть получить зеркало на сцене. И в то же время сделать так, чтобы певец смог в этой маске петь. Художник по костюмам Татьяна Ногинова приехала из Санкт-Петербурга в Самару, чтобы создать образы героев оперы Джузеппе Верди «Бал маскарад». Премьера намечена на 16 апреля. За два месяца швейная мастерская должна смоделировать порядка 300 костюмов и столько же масок. Как для хора, так и для солистов. Портной Марии Рыкова новой работой довольна. Хоть и приходится иногда засиживаться до полуночи. Главное, чтобы костюмчик сидел и участники спектакля на сцене выглядели великолепно. Актеры – люди творческие и на примерку приходят, когда есть настроение. Иногда подгонка деталей одежды происходит прямо во время репетиций. Это достаточно нормальное явление, потому что в любом случае, когда человек стоит в примерочной, это одно. Когда он начинает двигаться на сцене, это совершенно другое. Ему что-то может быть неудобно, что-то надо поменять, что-то добавить. Это в любом случае это работа такая. То есть это бывает часто. Работа над костюмами для оперы началась в конце прошлого года. Рисовали эскизы, создавали рисунки, подбирали ткани. Все натуральное. Материал, популярный в США в 50-х годах 20-го века. Твит, шерсть, деним, всем известные джинса, плащевка и зеркальный пластик. Будет два силуэта – брутальный мужской и женственный. Совокупный образ Марлен Дитрих и Мерлин Монро. Перед художниками стоит непростая задача. Костюмы должны не только создать внешний образ героев оперы, но и раскрыть их внутренний мир. На уровне костюмов мы стараемся решить эти вопросы цветом и фактурами. И опера – это как раз очень благодатное поле для решения именно таких задач. Чтобы нам создать у зрителя психологический диссонанс. Чтобы его на сцене непременно раздражала какая-то фактура, чтобы чувство тревоги рождалось у зрителя. Художник по костюмам Татьяна Ногинова приезжает в Самару уже не первый раз. Она работала над костюмами для балетов «Бахчисарайский фонтан» и «Наяда и рыбак». Руководство театра не скупится на гонорары и приглашает к сотрудничеству лучших мастеров своего дела. Ногинова – лауреат премии «Золотая маска». Четверть века проработала в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Ее работы можно увидеть на сценах многих театров России и мира. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Юные гении со всей Самарской области собрались на открытии «Хакатона» – марафона для программистов. В течение недели школьники будут работать над созданием своих проектов виртуальной реальности. А самые успешные из разработок получат шанс на поддержку. Их внедрят в реальное производство. Мария Левина узнала, над чем сейчас трудятся юные программисты. На этих кадрах виртуальная экскурсия по крепости Самара, созданная на основе немногочисленных сохранившихся документов. Это работа юных программистов. На занятиях в детском технопарке «Кванториум-63» они дают волю своим самым смелым фантазиям. Создают проекты виртуальной реальности под присмотром профессионалов. Педагог Елена Тяпкина на «Хакатон» приехала вместе со своими учениками из Волжского района. Каждый раз, когда ты делаешь какой-то продукт, это восхищение. Нам также поставили шлем виртуальной реальности. И когда ребята первый раз погружались в виртуальную реальность, то им было тоже очень интересно. Новое оборудование в школах и центрах дополнительного образования появилось благодаря национальному проекту «Образование». Федеральная поддержка позволила открыть 45 центров «Точка роста» в прошлом году. За счет средств областного бюджета оснащены 19 мини-технопарков, объединенные в одну сетевую структуру. Самая главная идея «Хакатона» не в том, чтобы решить какие-то олимпиадные задачи, а в том, чтобы создать какой-то реальный продукт, который можно будет использовать в рамках и уроков, и в рамках неурочной деятельности. Александр Андреев в свои 15 уже создал два десятка программ. Программирование – это удобно, уверен юный гений. Если тебе что-то нужно, то это можешь сделать сам. Ну, хотя бы, например, формулу по математике одно и то же. Чтобы не использовать, 50 раз можно сделать что-то. Один из самых свежих проектов, которым сейчас занимаются воспитанники центра – виртуальный квест. Ну, это самый первый уровень нашей головоломки для обучения, во-первых, перемещения в игре и взаимодействия с объектом. На Хакатоне юные программисты со всей области неделю будут работать над созданием проектов с нуля. До 2022 года в Самарской области будут закуплены два мобильных детских технопарка, созданы два аккоманториума, два IT-клуба, 115 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Мария Левна, Григорий Плешаков. События. Одна из старейших школ Самары отметила юбилей. Полвека 54-я гимназия «Воскресенье» выпускает золотых медалистов и успешных учеников. Бизнесменов, политиков, общественников и людей с редкими профессиями. С выпускниками и гостями юбилейного вечера познакомился Сергей Кизоркин. Космонавт, герой России Сергей Авдеев учился в 54-й школе. Поступил в Московский инженерно-физический институт, после чего записался в отряд космонавтов. Три раза летал на околоземную орбиту и провел там в общей сложности больше двух лет. За это время 10 раз выходил в открытый космос. На его счету 42 часа вне корабля. Долгое время это был рекорд книги Гиннесса. Сергей Авдеев говорит, его мечта о космосе родом из детства. Обычный будний день. Народ бегает там, что-то кричит. Что такое вот случилось. Потом включается телевизор, оказывается, что в этот день человек, гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин совершил полет в космос. По этому поводу было такое ликование. За полвека работы 54-й гимназии выпустило около сотни золотых медалистов. Но и не получившие высшие награды за учебу проявили себя в жизни ярко. Школа гордится и ликвидатором Чернобыльской катастрофы Алексеем Никифоровым, который потом создал вместе с Шойгу Центр экологической медицины. И героями Афганской, и Чеченской войн, и военных конфликтов в Закавказье. Много среди выпускников, бизнесменов, политиков и общественных деятелей. Одно время, как вы знаете, было заявлено, что воспитательная часть не очень важна в школе. Но это на самом деле не так, без нее никак. Сегодня классическая гимназия номер 54, один из локомотивов самарского образования. Успешная площадка для реализации пилотных проектов. Например, здесь работает воскресная школа для православных. Утром и вечером в школьной церкви проходят службы. А к детям с ограниченными возможностями здесь относятся как к равным. Иностранные языки, физика, математика и другие точные науки по-прежнему в приоритете, как и 50 лет назад. 54-я гимназия шагает в ногу со временем, разрабатывает новые методики и технологии образования. Грамотно демонстрируют это на разных уровнях. И на уровне Самарской области, и на уровне Привозка, федерального округа. Есть наработки, которые пошли и на целом Российскую Федерацию. Поэтому, если говорить об этой школе, она действительно достаточно достойно образовательное учреждение, которое, безусловно, имеет перспективы дальнейшего эффективного и продуктивного развития. На полувековой юбилей школы-гимназии «Воскресенье» приехали выпускники и ветераны-преподаватели. Для них прошел праздничный концерт. А учителя получили от Городской думы и администрации благодарственные письма за выдающийся труд. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Крещение юмором. В Самаре прошла репетиция открытия юбилейного сезона Городской лиги КВН. За звание самых остроумных будут соревноваться 25 команд со всех уголков региона. Как ребята готовятся к предстоящему шоу, расскажет Анатолий Головко. 25 команд, несколько сотен участников и искрометные шутки от лучших молодых юмористов региона. В конце февраля в Самаре стартует 15-й по счету фестиваль КВН. Участники представят на суд зрителя короткие программы в форме приветствия. Сейчас они репетируют и ждут своего выхода на сцену с нетерпением вместе с организаторами лучшего юмористического шоу страны. Мы все ждем этого выступления. И каждый год это достаточно трепетно, потому что ты не знаешь, что ожидать от нового сезона. Сколько будет шуток, тонн, например, да, или какая тематика будет. Ну, я думаю, что много будет интересных и приятных сюрпризов. Тем более, этот сезон мы назвали сезон побед. Ребятам, которые решили связать свою жизнь с юмором, помогают опытные наставники. Они редактируют их шутки, делятся советами и подбадривают. Одним словом, у юных КВНщиков есть все шансы покорить не только самарского зрителя, но и выйти на всероссийский уровень. Он учит не только же быть смешным, он учит вести себя в обществе, он учит социализации какой-то, вообще просто быть хорошим человеком. Участники команды из небольшого поселка Усть-Кинельский представили жюри шутки про студенческую жизнь в общежитии. Эксперты похвалили молодых людей за креативность. Участники признаются, их главная цель попасть в высшую лигу клуба веселых и находчивых. Мы стараемся, редакторы говорят все по делу, как надо делать, как не надо делать, что лучше убрать, что лучше добавить. Также просим помощи у более опытных игроков. Юбилейный сезон Самарской лиги КВН стартует 28 февраля. Получить бесплатные билеты можно во всех вузах и у участников команд. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Впереди самый мужественный праздник – 23 февраля. Общепринято, что представители сильного пола – защитники и мастера на все руки. Мы проверили, чем они интересуются в поиске Яндекс, и результаты нас удивили. Мария Левина узнала много нового о мужчинах. Представителям сильного пола никакие слабости не чужды, если верить статистике Яндекс.Запросов. Например, вопрос, что такое перманентный макияж по стобальной шкале популярности получил самую высокую оценку. Следом за ним мужчины интересуют, как в принципе сделать макияж. Да-да, мы тоже удивлены. А вот еще один из самых популярных вопросов – как сделать цветок из бумаги. Связано ли это с желанием сэкономить на своей даме сердце, либо сотворить подарок своими руками, который, как известно, считается лучшим, остается только гадать. На второй строчке – как нарисовать цветок. В реальности наша съемочная группа таких мужчин не встретила. Офицер уголовного розыска с 30-летним стажем Михаил Крапухов Яндексом тоже пользуется часто, но с иной целью. В последнее время я интересуюсь, что продается через интернет, и по цветам, и сколько стоят, и подарки сколько стоят. Будни Рената Фазулгафарова тоже проходят серьезно. Он работает помощником начальника следственного изолятора. Но в выходные дни Рената – обычный семьянин, и не прочь помочь супруге по хозяйству. Частенько вручает Яндекс. Зачем прибегать к помощи мастера, если можно прочитать инструкцию в сети и сделать все самому? Как лучше сделать ремонт, допустим, в той же самой ванной. Как лучше плитку приклеить, ну, как бадзюр там пустить вдоль ванны. Большинство интернет-запросов по ремонту, кстати, приходится на кухню. Ведь, как известно, добрый мужчина – сытый мужчина. И наоборот. Возвращаю мою жену, потому что она не оправдана моей надеждой счастливой семейной жизнью. А точнее? Она абсолютно не умеет готовить. Кроме еды интересуются мужчины дачей, кошками, а также откуда берутся дети. Это, что удивительно, второй по популярности вопрос. Волнуетельный полый, как проверить духи на подлинность. Ведь не за горами самый ответственный для мужчин день – 8 марта. Мария Левина, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова